Я помню ситуацию, которая возникла у вас с охранником возле стоянки Дворца спорта, когда якобы вы пустили в ход кулаки. Для меня было абсолютно понятно, что, видимо, идут какие-то закулисные игры и хотят вас выбить из седла, из колеи, то есть вывести из себя, чтобы вы начали нервничать и где-то что-то пропустили. Это так и было или действительно была какая-то ситуация? В итоге, в начале, когда все-таки это... Зачем такому большому человеку? Раздувать, раздувать, раздули. В итоге, поначалу, вроде бы, все к тому и шло. Но, может быть, моя реакция была не той, что ожидали. И все это дело пришлось уже потом спускать на таких тормозах. Это вяло текущий процесс превратился. Стало уже неинтересно. Вам было обидно в самом начале, когда газеты начали писать об этом, телевидение говорило? На определенном этапе было. Обидно, что... Нет. Что там было вообще? Было обидно, что все это, так скажем, активно поддерживается. Но я потом, в принципе, я понимаю газеты, я понимаю СМИ, им подавай скандал. Сенсация, да. И вот они его получили. Особенно с моим участием, это такая редкость, почему бы вот не воспользоваться моментом. Просто потом, после всего этого уже, когда переписали уже все, переложили из одного в пустого порожня в тысячу раз, люди, которые покупали газету с очередной этой сенсацией, читали десятый раз одно и то же, и интерес сам по себе сошел на нет. А что произошло вообще? Выходили... Неприятность, скажем, которая происходит не с миллионами, но, наверное, с тысячами. Не в конкретном случае с охранником, но люди встречают... Хамство. Хамство на своем пути. В моем случае хамство было по отношению к моей жене. А как человек я известный, все это выползло вот наружу, выползло в прессу и прочее. А сплошь и рядом такие моменты происходят каждый день, сотнями, тысячами. Особенно в России. Особенно в России. В России. Вообще, я думаю, что это происходит вообще и в мире. В принципе, просто с той долей, что если в таких инцидентах участвуют известные люди, это все раздувается. Продолжение следует...